так ну теперь толкни меня взад там поезд идет коль оттормози его нахрен здесь и делай что-нибудь быстрее мы все сейчас сдохнем что вообще происходит на какие шиши я купил второе поле будет ли игроник брать землю который продал стечкин как коля спас нас всех что за монумент мы воздвигли с игроником и кому он посвящен что за творческие тараканы зашевелились в моей голове и как я взяв контракт на 8000 умудрился заработать 20 и собираюсь это удвоить почему мой пикап на крыше сраного сарая почему пикап игроника свисает со скалы как долбаные спагетти обо всем этом сегодня алёй гроник да кажется у нас проблема ну то есть у тебя я даю тебе пикап пытался вернуть но в общем это можешь подойти ко мне кажется у тебя проблемы почему и за кусту вышел а ты увидел да я следил за там где-то я тебя не вижу а вот он ты опять ты в рэмбо играешь ну это есть идея давай возьмем твой пикап и попробуем столкнуть давай поехали ко мне ну ты же ты поставил мне новую противоугонную систему до овечки 3000 сейчас подожди глянька это будет трюк года не овечки будут целы давай снимай такой себе ты чё я вообще-то был его этим дублером каскадёром ты скучаешь по стройке до стройка живет сейчас я переверну я уеду тебя на твоем пикапе не мы спасем твой пикап ну слышь не трать бензин мне так денег мало так вот так спокойно поехали мы явно едем что может к сечке заскочил на кавриарете все отлично подожди что то пошло не так сейчас я починю все отлично чё ты там говорил по поводу денег у тебя о спасибо работник начальник я тебе заработал ты опять застрял нет ну чё надо поехали позволять твой пикап да поеду слушай он будет не обижайся я жду тебя там ладно давай я еду давай там недолго ехать ты главное не промажь когда будешь прыгать с и там кстати впереди было озеро вроде где-то помыть нет ты что не надо мыть она и не хотя можно помыть да но только не на глубине давай я тебя жду где моя машина внизу она внизу она внизу ниже да на следующий может подожди я что-то не понял еще ниже спустись я хотел добраться до тебя как можно скорее понимаешь ты куда пошел ты иди на мой голос ты увидишь свой желтенький пикап так вот еще подожди ты слишком справа слишком 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 справа тебе надо левее подъехать ну то есть правее от тебя если смотреть я не подъеду хорошо давай вот я сейчас подойду под твой пикап чтоб ты меня видел вот 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 давай хе-хе-хе-хе отлично смысле ты застрял да просто тебя же надо перевернуть аккуратненько понял подожди все нормально задача мы не такие задачи решали настройки ты помнишь да был все увидимся на фермах я в воде ты не можешь меня спасти смотрите народ он тонет я не тону у меня у меня есть воздух в кабине все нормально ты можешь мне помочь тут не глубоко на самом деле спустись пожалуйста я пожалуй с другой стороны только спущусь не хочу простите за начало но когда мы работаем вместе всегда происходит какая-то херня вот здесь не глубоко видишь да не глубоко видишь да не глубоко видишь это пикап вот справа да не глубоко я тебе говорю давай я готов только меня на глубину не столкни я жму на газ кодоват ну давай уже почини меня как то меня тебя отсюда выковыришь а так уже хорошо сделай то же самое только получше Чувствуешь дверку моего пикапа? Я чувствую, что у меня кончается воздух в кабине. Ну что, вызываете в экватор? Нет, зачем? Так же весело. Какая ферма? Так, ну, теперь толкни меня в зад, чтобы... Чтобы меня... С умотком, что ли? Чтобы меня развернуло, твоя мать. Да не вперёд, а в зад толкни, в заднюю ось. В заднюю ось меня толкни. Вот прям, почти в заднее колесо. Или в бампер. И меня развернёт. Отлично, б***ь. Да не с этой стороны, господи. Ну ладно, можно и с этой, в пресс тоже развернёт. Нормально? Вот, уже лучше намного. Куда только. Ты едешь? Да, могу немного двигаться. Так, тихо-тихо, сейчас через тебя перелечу. Ещё подожми меня больше к скале. Чтобы колёса сцепления заимели. Ура, победа. Продолжаем путь. Дамы и господа. Приветствую вас на открытии мемориала. Дятлом. А? Красиво? Просто идеально. Да. Вот просто лучший мемориал из всех мемориалов. Да, к сожалению, многие не оценили нашу шутку с соломой. Но это вот им. Вот это всё. Каждый из этих тюков, 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 как правильно? Дятлом. Херовин, для вас. Аплодисменты. Да, это было странно. Ну ладно, всё, по фермам. А теперь пора поработать, да. Ура. Ура, работа ждёт нас. Если что, заскакивай. Если будут проблемы с пикапом. Да, простите, друзья. Это была маленькая зарисовочка под названием Горе Фирме. Вот, да. В общем, смотрите. Я всё засеял. Я всё засеял. Привет, собака. На, пожри. Мне пришло здесь вручную покататься, собственно. Всё готово. Осталось только полить. Да, потому что поле вспахано. Единственное, видите, удобрение не очень хорошо себя чувствует. Но это не беда. Мне мой, так сказать, напарник, коллега и партнёр выделил 10 тысяч долларов. Я, правда, не помню, за что. Но, в общем, он не должен был. Всё нормально. И плюс ко всему, я закончил тот контракт с плугом на 14 тысяч долларов. Там было на 17, но из-за того, что технику я брал в аренду, получилось 14. Окей, с этим разобрались. Теперь, как, собственно, и вы мне писали, и я, в принципе, догадался уже после записи серии, И вот этот чизель, да, культиватор, можно цеплять к сейлке. Смотрите, какая интересная конструкция получается. Труба, кстати, удлинилась. То есть труба процедурная. Она сама знает, как ей создаться. Вот так вот. Я подцепил чизель и к нему подцепил сейлку. Что дало мне, как бы, преимущество в том, что я теперь буду использовать только один трактор. Вместо двух, как я это делал раньше. Да, пришлось немножечко в деньгах обвалиться. Дальше. Из мелких изменений и телодвижений я напоил моих овечек. Вот там у них воды было прям совсем чуть-чуть. Я им, короче, наполнил. И все у них теперь прекрасно. Сейчас мы с вами займемся тем, что будем поливать поле. И я, скорее всего, влезу в кредит, потому что, обратите внимание, что растет на соседнем поле. Кыш, твою мать! Так, вот оно, соседнее поле. И вы не поверите, там растет именно то, что мне так нужно было. Здесь растет канола. Единственное, только оно не вспахано. Но это не беда, мы его потом вспахаем. А сейчас наша задача все полить. Для полива я буду использовать свой трактор. Единственное, только нам надо купить сам разбрызгиватель. Разбрызгиватель, который вмещает в себя достаточно много пестицидов. И, ну, в принципе, у меня здесь противовес есть. Я просто не хочу наперед вешать вот эту бочку с дополнительной емкостью. Мне она просто не влезет. Либо придется снимать мои эти вилы погрузчика. Так что, короче, давайте купим пестициды. Я думаю, что я буду брать вот такую хреновину, потому что такая хреновина. 24 метра, 2200. Слушайте, а может тогда лучше эту взять? Да, может и правда эту взять. Потому что у нее и вместимость больше, собственно, и 24 метра размах. Единственное, только справится ли мой противовес. Ну, короче, сейчас проверим. Берем эту штуковину в аренду за 2800. И отправляемся в магазин, чтобы ее цепануть. Как вы понимаете, у меня тут с пестицидами все просто. И очень хорошо. О, три, собственно, бочки у нас имеются. Так что проблем быть не будет. Хех, проблем быть не будет. С овечками я пока не решил, что буду делать. Но, вероятнее всего, мы забьем полностью этот загон. Потому что, если я его сейчас снесу, у меня, во-первых, ландшафт будет кривой. И мне придется поле восстанавливать. Ну, а во-вторых, раз уж я решил заниматься этими гадскими пушистыми засранцами, то доведем дело до конца. Или хотя бы до полного забития этого загона. В общем, встретимся уже в магазине. Алло. Алло, начальник. Да, работник. В смысле, ну ты понял. Ты бы не мог на одну секундочку ровно ко мне прилететь в пикап. Я не могу к тебе прилететь, я еду за опрыскивателем. Жалко. А где он? Ну, мне помощь нужна. Я еду на погрузчике. О, это было бы неплохо. Так, сейчас я посмотрю твою геолокацию. Где твоя геолокация? Ты у своей базы? Ниже. Там место, где ты похоронил мой пикап. Да, я понял, сейчас буду. Как так? Что как так? Получилось. Я ехал. Дальше что произошло? Все как обычно. Это было обычный день. Я ехал на другое поле, дабы посмотреть, как оно выглядит. И тут бац. Не получилось доехать. Слушай, у меня к тебе предложение. Я, правда, не знаю, смогу я туда или... Нет, могу. У тебя тут стоят химикаты. Так? Я могу наполнить свою сейлку и выплюнуть у тебя на базе. В принципе, тебе надо? А-а. А что мне с ними делать? Пусть лежат. Забери себе. Ладно, забираю. Там всего 700 было? Серьезно? А кто 300 отлил? Отлил. Слушай, ну на натуре приехай по Барику. Просто ко мне погляди и уезжай. А помощь не нужна? Ты не сможешь ее мне пить. Что, не видишь меня? А не есть. Ты приехал? А я к счастью приехал. Как так вышло? О. Слушай, ты отколол. Ты что сделал, твою мать? А она едет? Ну, не знаю. Ну, вообще нет. Не особо. Ну, прикольно, да? Ну, необычно. Найди меня. Да. А слушай, тебе помочь вообще? Просто мне надо на скалу туда заезжать. Твою мать, что за говно? Надо бы меня достать. Сейчас я тебя достану. Так, тихо. Где там твой пикап? Вот здесь. Где? На туре не найти. Вот, смотри, где я стою. Да. Нет, тормоза не работают. Слишком дохера пестицидов. Слушай, ну неплохо. В принципе, достал мой пикап. Сейчас, тихо. Я потери боньку. А на сытку я собрался. О, чёрт. Неужели ты? Разложись ещё теперь здесь, давай. Кстати, да. Это нам поможет. Чем? Сейчас увидишь. Пестицидами тут насыпем. Да. Видишь, я двигаюсь. Я тебя ненавижу, понял? Я, кажется, дерево обнял своей штукой. А, нет, всё нормально. Тихо. Кажется, мы падаем. Ура! Да, но у тебя ситуация особо не поменялась. Стой, да подожди. Дай хоть вилы уберу. Так, аккуратно сдаём назад. Спасибо. Да не проблема, обращайся. Так, а теперь ты не мог бы меня подтолкнуть? Нет, если честно, я уеду. Подожди. Я немножечко застрял. А хотя подожди. Да, вот-вот-вот. Но тихо ты. Нормально. О, да ты боком валишь. Сейчас тихо. Я как раз-таки ехал на работу, пока не встретил тебя в очередной раз. Всё, понял? Не звони мне больше. Я больше не буду трубку брать. Ладно, до связи, начальник. Давай. О, боже. Ну, после таких спасательных операций можно и домой. Только сначала закину химикаты и гронику, а то, что-то я так подумал, а ими, наверное, и не нужны. Скорее, да. Больше, чем нужны. Хотя, может, забрать? Я даже не знаю. Слушайте, давайте заберём. Раз они им не нужны, то мне потребуется, мало ли, там сорняк пойдёт или ещё чего. Они же вроде бы против сорняков. Так что, да. Наверное, лучше забрать. Ну, вот мы и дома. Так, надо только сначала выгрузиться. Где-нибудь здесь. Вот так. Ну, и теперь заполняем пестицидами. Так, здесь было 598. Сейчас будем по миру с нитки собирать. И последняя бочечка. Ну, хоть две. О, две будут. Там ещё даже что-то осталось. Прекрасно. В общем, раскладываемся и готовимся к поливу. Ого, какая длиннющая. Обалдеть. Серьёзный аппарат. Поехали. Да, пока наша цель это поля и овечки. Овечек пока мало, но когда я получу доход с полей, их станет намного больше. И вы правильно всё поняли. Кажется, я куплю сейчас второе поле. А для этого мне придётся взять небольшой кредитик. Размером в 350 тысяч долларов. Вероятнее всего. Так что потом будем заниматься только лишь тем, что отдавать кредиты. Но зато, по крайней мере, доход будет уже с двух полей. А это, извините за выражение, нихрена себе как много. Доход с двух полей будет примерно 80-90 тысяч долларов. Если обращаться с ними как следует. Всё пахать, всё убирать. Чуть не сложил мою поливалку. Поехали. Странно. Почему он не может быстрее ехать? Видимо, если ехать быстрее, он не полностью орошает. Надо ехать медленнее. И если ехать медленнее, будет ли он орошать больше? Вот интересно. В общем, наша задача сейчас просто всё полить. Купить вот это поле. И вероятнее всего, я даже попробую там немножечко проехать. Может быть, мне стоит и его полить. Ведь оно тоже неудобрено. В общем, короче, будем тратить деньги. И пока заниматься полями. А с первого дохода, возможно, я забью до отказа мой загон для овец. И может, когда-нибудь я куплю второй загон. Почему нет? Это поле всё равно нужно будет резать? Да. От этого, к сожалению, никуда не деться. Так, встаём и погнали. Смотрите, как быстро, а. И даже почти не тратится. Прекрасная поливалка. Мне очень нравится. Что только, по-моему, противовеса не хватает. А может и хватает. Вроде бы не особо он это... Напрягается-то. Но качает его здорово, конечно. Правда, тут ещё прикол в том, что у меня поле кривое. Это да. Вороны. Опять вы. Надеюсь, вы отравитесь нахрен этими пестицидами. Прекрасно. Здесь палили. О, чёрт. Там поезд едет. Быстрее, 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 быстрее. Да, это... У меня тут прям самое опасное место, я вам скажу. Чёртов поезд постоянно норовит меня сбить. Хоть перехватывай и останавливай. Вот это, кстати, место впереди, витя, тёмное. Там не получилось засеять. По всей видимости, у меня сейлка не достаёт, потому что там пригорок получился. Из-за того, что у меня тут вот этот сарай вырос. Кстати, поле-то у меня немножечко криво обрезалось. Да. Я, возможно, его подрежу, действительно. Потому что... Ну, в принципе, здесь не так уж и много всего полезного. Но после того, как соберём урожай, само собой. Потому что сейчас резать никакого смысла нет. Уже всё засеяно. Не хотелось бы потратить драгоценные семена, драгоценных бобов. Так, тут палили. Теперь давайте закончим это дело. И вот тут сейчас главное не задеть бочку. А то будет очень печально. Я, кажется, её задеваю, да. И плохо быть широким таким, да? Во. Всё, поехали. Идеально. Да, я, наверное, сразу на то поле перееду и буду его тоже орошать. Но сперва его надо купить, конечно же. А то, может, не зачтётся. Всё-таки поле-то не моё. Поехали. Я люблю канул. Канула, кстати, была первая культура, которой я вообще занялся. Вот так вот. Так что она прям дорога мне. Ностальгически. Главное, что теперь мы можем одновременно и полоть, и засеивать. Ибо чизель-культиватор поможет в этом. Можно было бы, кстати, два собрать, скажем так, конфигурации. Две конфигурации на двух тракторах. Но это прям пока дороговато, чтобы я имею в виду, чтобы просто засеивать одновременно два поля. Так что пока, боюсь, это мне не по карману. Но потом когда-нибудь обязательно два трактора, два поля. Всё будет вдвойне круто. А пока мы идём в бюджет. И сначала мы, наверное, посмотрим, сколько стоит этот регион. Итак. О, Стечкин продал первое поле. Но не купил пока больше ничего. Ну ладно. Как скажете. Итак, второе поле. 315 тысяч долларов. Так точно. Берём, но сначала кредитик. Ну вот у меня уже 342 тысячи баксов. Так что берём это божественное поле. И богатеем на глазах. Отлично. Вперёд поливать его. О, сколько земли-то теперь, ребята. Вот это я понимаю. Да, только теперь кредитная кабала, это да. Проценты по кредиту, вся фигня. Ну ладно, выживем, я думаю. Как-нибудь. Поехали. Да, оно вообще сухое. Вон, видно даже. Канолы будет немало. Вообще, кстати, можно было бы 161 взять РСМ. Для обработки двух тополей, да. Но он настолько дорого стоит, что, наверное, я и одним справлюсь. Попрошу, может, игроника, чтобы покатался со мной. Потому что так будет быстрее. Что касается моего напарника, я так понимаю, что он уехал. И у него какие-то важные дела. Поэтому я буду в соло. Мне даже так удобнее, честно говоря. Есть Стечкин, есть Никита. Я могу их в любой момент попросить, и они мне помогут. Так что нормально. Остатки жизнедеятельности Стечкина с Колей. Подстриженная травка. Убранное поле. Так, надо бы пошире взять, а то что-то как-то не очень. Хотя бы так, что ли. Еще надо известь будет купить. Блин, столько расходов. Обалдеть. А прицеп для извести я сдал, кстати. Ну ладно. Он, по-моему, вообще там копейки стоил. С двух тополей можно будет смело и спокойно им овладеть. Это будет классно. Да, я знаю, что я немного криво пошел. Но я так... Из-за того, что поле, опять же, немножечко под углом, приходится вот так вот его и орошать. Главное, что я пока не порчу культуру. Ибо она еще не выросла. И это хорошо. У нас, получается, будет целое поле канолы. И, можно сказать, примерно такое же поле бобов. Хотя, в идеале, надо было бы, чтобы везде были бобы. Ладно. Так, погнали. Поливать мне нравится. Мне нравится поливать. Мне нравится сеять. Я ненавижу плуги. Потому что у них и площадь маленькая. И вообще они очень странно работают. Я когда дорабатывал за моего работника. Там... Вы не поверите. Он обработал поле. Сказал, что завершил работу. Я смотрю в контракте. А там 94% выполнено. Да, там даже Коля был рядом. Он видел, что этот работничек хренов оставил целый угол поля. Ну, даже не угол, можно сказать. А грань. И, в общем, не убрал ни хрена. Я не знаю, как он так работал. Но, в общем, короче, больше я его нанимать на свои поля не собираюсь. Буду делать все сам. Да. Тем более, что... Ну, надо так. Надо. Надо. Так велит мне мой внутренний голос. Поехали. Уже почти половина поля. Вот это мне нравится. И пестициды вроде особо и не кончаются. Так что нормально. У нас еще даже что-то останется. Да и там, по-моему, в бочке что-то есть. Которую я не до конца израсходовал. Вот мне интересно, а если просто водой поливать, это вообще какие-то приносят дивиденды? Или... Или только химикатами можно поливать? Вот это хорошо было бы проверить. Да. Ну, пока не проверим, пока эту штуку не опустошим. Мне просто интересно, если поехать к моей вот этой вот водонапорной бочке. Возможно, можно там заправиться водой? Или нет все-таки? Наверное, скорее нет чем. Да. Но мы это проверим как-нибудь. Это точно. Мне даже интересно. Ну, вот и половина, считайте, обработана. Еще столько же. И поле будет готово на все 200%. А мы уже с вами услышимся к концу этого мероприятия. Ну, вот, считайте, последняя проходка. Вот из-за того, что у поля такая вот кривизна, придется потратить химикаты, пестициды и все остальное на маленький кусочек. Да. Вообще, в идеале, нужно все поля подрезать так, чтобы на них могли работать работники. Да и самому, собственно, проще будет. Но, ладно уж. Ничего страшного. В будущем я еще хочу купить первое поле, на котором жил Стечкин. И тогда у нас будет полный, так сказать, фарш. И шик модерн. Чтобы заниматься фермерским делом. Выключаемся, складываемся и погнали домой. У меня осталось 582, ну, скажем так, литра пестицидов. И мы сейчас проверим с вами, можно ли наполнить эту хреновину водой. Вот. Это очень интересно. Потому что, если можно наполнить, то, по идее, можно и сбросить. А если можно сбросить, то должна появляться какая-то емкость. Но этой емкости нет в продаже. По идее, тогда я делаю вывод, что невозможно так сделать. Сейчас проверим. Чисто эксперимент. Да, могу ли я в эту бочку? По-моему, не могу. Вот, по-моему. Так что нажимаем вот так. Сгружаем все. И спросим, можно ли наполнить здесь приспособление, если подъехать к бочке. Могу ли я полить водой? Нет. Нет, не могу. Ясно, понятно. Выключаем трактор. И, в общем-то, ребята, как вы понимаете, здесь удобрено на 50%. Я так понимаю, что если закинуть пестицидов и, например, еще навалить навоза, то удобрение будет 100%. А может быть из-за того, что известью я не сыпал. Хотя она вроде бы и не нуждается в ней. Да ведь на 50% удобрено. То есть я увеличил в полтора раза свой урожай. Но у меня еще, не забывайте, что есть специальная хреновина от сорняков. И хотелось бы посмотреть. Здесь вообще 50%. А вот. Да, здесь 50%. А вот здесь 49% почему-то. Видимо, я слишком рано, слишком рано начал поливать. Ну, не вопрос. Не вопрос. Да, это не проблема. Ну что, овечки, как у вас дела? Рассказывайте мне. Они не наполняли, да, пока? Пока еще не наполняют ничего. Я думаю, что есть смысл купить еще овец. Тем более, что у меня есть деньги. И учитывая, сколько у меня их есть, я, наверное, куплю сразу 10. Да, и тогда у меня будет 30 овец. Давайте теперь 10 вот таких возьмем. Вот, типа того. Обалденно. Осталось у меня 9000, но сейчас у меня особо никаких расходов не предвидится. Больше того, я даже могу заработать, если посмотрю на контракты. Да, это я знаю, что я его не выполнил, потому что это прям не очень интересный контракт. Есть вот культивация на поле 5, есть, опять же, культивация, вспашка, культивация. Вот сбор урожая 11000 долларов. И это 13-е поле. Давайте глянем, что это за поле такое интересное. Счастливое, по всей видимости. Вот оно 13-е поле, а вот 11-е. То есть, да, оно прям не маленькое, скажем так, поле-то получилось. Ну, может заморочиться, слушайте. Все равно нам делать-то нечего. Давайте возьмем. Или, например, вот тоже сбор урожая. 8000 долларов. 12-е поле. Глянем на 12-е. 12-е вот это. Вот это мне собирать больше нравится. Я, наверное, возьму лучше его. Да, давайте возьмем 12-е поле. Сбор урожая, варендовать предметы. Все активно. И, да, поле 13 я сбросил. Вот они мои приблуды. Смотрите, даже прицеп для жатки дали. Обалденно. Берем. Да, все берем. Даже прицеп дают. Обалдеть. Класс. Вопрос только, с какой стороны тебя на него класть. И я подозреваю, что со стороны трактора. Да. Так что берем трактор. Сейчас эту штуку мы отгоним. Прицеп тоже, кстати, нехилый. И давайте положим эту штуковину. Так. Ну, вот как-то так, наверное. Да. Она прикрепилась, надеюсь. Можно ли ее закрепить? Сейчас цепанем, проверим. По идее, она должна тоже крепиться. Вот эти вот желтые зажимы как бы об этом намекают. Цепляем. О. Отцепляем. Что-то я как-то уперся в нее. Надо бы подальше подвинуть. Ну, вот где-то, может, здесь. Так, по идее, я не должен упираться в нее. Вот, другое дело. Так. А ты закрепилась? Подружка моя длиннющая. Ну, вроде бы нет. Вроде бы тут никаких инструментов нет. Видимо, эта штука ее и так будет неплохо держать. В общем, короче, друзья, мы отправляемся с вами на поле 12. Для того, чтобы его убрать полностью. Оно, кстати, очень близко находится. Так что поездка будет недолгой. 8 тысяч баксов заработаем с этого контракта. И мне, в принципе, нравится 8 тысяч баксов. Тем более, что пока мои поля еще даже не подросли. Контракт и очень хорошая штука, чтобы выходить из денежного кризиса. Но эта штука чертовски широкая, я вам скажу. Смотрите, еле помещается в полосу. А внутри как в аквариуме. Ну, чтобы хорошо видеть все. Классная хреновина. Чем-то напоминает мне БелАЗ. Карьерные тягачи. По морде. Так, и по всей видимости, вот это 12 поле, которое дальнее, оно и есть, да? Вроде бы да. Да, это 12 поле. Так что давайте вот где-то здесь сейчас проканемся. Ну и, в принципе, можно будет уже сразу собирать его. А потом, когда наполнится, я привезу сюда мой прицеп с трактором. Или трактор с прицепом. Кому как больше нравится. Забираем жатку. И приступаем к работе. Для начала, наверное, разложиться надо. Так. Ну что, вы готовы немножечко поработать на комбайне? Включаемся. И погнали. Это рожь или пшеница? О, смотрите, она еще и солому генерит. Слушайте, а может солому-то собрать да продать? Это же солома, да? Это ж не трава. Вроде бы да. Ну, в общем, ладно. Это именно то, от чего блюют мои овечки. Они такое есть не любят. Ну, в теории я бы мог... А, кстати, можно же Игронику позвонить. Сейчас я ему наберу, ребята. Товарищ Игроник, здравствуйте. Да, здравствуйте. У вас опять там трэш творится? Кто это? Я по делу. Я сейчас на 12-м поле убираюсь. И убираю я вроде как пшеницу или рожь. Я хреново знаю. Это колосковое дерьмо, если быть точным. И после этого колоскового дерьма валится солома из-под меня. Я так подумал, а не нужны ли вам халявные тюки, а? На чужом поле со своей техникой нос не сует. Не разрешат? Нет. Нет, не разрешаю. Только на то, что арендуется для выполнения контракта. Ко мне беги. И вот в другую сторону. Что опять произошло? Мне уже нравится. Как так-то, а, Игроник? Я поехал. Ну и все. Они перевесили. Так нахрена ты их навалил-то столько? Это ты не ко мне спрашиваешь. А нельзя было прицеп для тюков взять, а? Тебе помочь? Я черепашка. Ясно. Возьми мою тачку, я не знаю, что не подтолкни меня, чтобы трактор от прицепа за ним подтянется. О, господи боже. Это Сега, это не я. Я выполняю важный контракт по зарабатыванию денег. А еще я купил новую землю, между прочим. А вы меня даже не поздравляете. Сейчас мы его вдвоем-то с тобой выпрямим, быстро. Толкни его в трактор. Давай, ты в трактор, а я вот сюда. Погнали. Да, толкать в горку, это бы, конечно, клево придумали. Но, по-моему, получается. Попробуй, игроник. Не, сейчас все будет, сейчас, сейчас, мы его разворачиваем как раз с горки, сейчас он перевернется. Во, стой. Мне хотелось бы сейчас высказать все, что я думаю, но я воздержусь. Ладно, знаешь, что? Ты гребаная неваляшка. Так, все, разбирайтесь сами. В жопу вас. Тебя-то даже, начальник. Так, мы вернулись. Мы вернулись к нашему делу. К сожалению, солому не дают нам собрать, все запрещено. И все не разрешено. Вот так вот. Но зато пытались помочь игронику с его опять очередной проблемой. Надеюсь, он с ней справится. Если что, они мне скажут. Так, погнали. Второй ряд. Это поле, конечно, не маленькое, но я думаю, что соберу его достаточно быстро. В любом случае, я буду делать это сам. Без всяких там работников, потому что, в принципе, пока заняться-то и нечем. Но я вам должен сказать, собирается он довольно быстро. Заканчиваю третий ряд. И, похоже, ща мы забьем первый раз наш комбайн до отвалу. Это хорошо. Вопрос только, куда девать эту культуру. Кстати говоря, о культуре сейчас я дойду до конца. И посмотрю, что это я наконец-таки собираю-то все-таки, Витя. Непонятно немножечко. У-у-у, как много в тебе этой соломы. Так, итак, пшеница. Да, это пшеница. Окей, не рожь, не ничего такого. Это пшеница. Это все понятно. Только вот труба не с той стороны будет. Слушайте, давайте так высыплю. Нафиг. Выставляем трубу. Берем наш трактор и погнали. Хорошо, что ехать недалеко, да? А то бы таскался через всю карту эту прекрасную. Тот самый случай, когда напарник действительно пригодился бы. Ну, ничего страшного, я справлюсь. Это точно. Сколько в этом прицепе? Я, честно говоря, не помню. Надеюсь, двадцатка, не меньше. Засыпайте, будьте так любезны. А я его глушу и сажусь пока в комбайн. Да, процесс, конечно, не быстрый. Отлично, погнали. Соберем немножечко пшеницы. Музыка. 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 Когда комбайнеру, если можно так говорить, стало скучно. Зацените, какой у меня творческий порыв произошел. По-моему, прикольно смотрится. На карте, кстати, смотрится еще прикольнее, зацените. Даже как-то жалко состригать, что ли, я не знаю. Вот как мне теперь убирать это поле, а? Не хочется портить такую красоту. Но я думаю, что мы еще что-нибудь нарисуем. Потому что что-то у меня в этот раз не очень получилось. Да и начал я слишком, ну скажем так, поздно. Надо было начинать пораньше. Тогда все буквы влезли бы. А так пришлось, видите, букву С отрезать немножечко. Но ничего страшного. Да. Зато получилось прикольно. Чем еще себя развлечь, убирая на комбайне поле, да? Тихо, стой. Случайно отключил автоматическое включение комбайна. Случайно комбайн, чертов, отключил. Че? Ну, я думаю, что я это делал, может... Ну, я хочется оставить, честно. Но не знаю. Боюсь, что местные владельцы этого поля не одобрят. Хотя, самое интересное, что никто ко мне не подъехал. Не знаю, ребята, наверное, не смотрели на карту. Но вот, короче, такая вот хрень у меня получилась. По-моему, весело. Весело и чертовски забавно. Теперь буду всегда так развлекаться на контрактах. Рисовать там всякую хрень на полях. Да. И нет, я не тщеславный ублюдок. Мне это... Просто первое, что пришло в голову. В следующий раз нарисую какой-нибудь портрет. Или... Или... Или натюрморт, твою мать. Натюрморт, кстати, больше подходит к искусству фермерскому, чем портрет. Потому что, ну, че там можно? Ворону только портретом нарисовать. Так что... Вот смотрите, на карте как смотрится классно, а. Ну, просто шикарно. Вот так вот. Да, и цвета-то какие. Все идеально. Тихо, спокойно. Не уезжай. В общем, я думаю, что сейчас забью свой комбайн до отвалу. И мы поедем продадим первый прицеп. Потому что прицеп уже готов. И я так полагаю, что эти самые ребята, которые мне выдали этот контракт. Если быть точным, сейчас скажу, кто именно. И это был Пауль. Пауль Кэрриер. Вот этот самый Пауль, можно сказать, что разрешил мне использовать его пшеницу на продажу. И я, собственно, этим, наверное, сейчас позанимаюсь. Потому что мне больше реально некуда складывать. На землю бросать я не хочу. Никаких точных инструкций, что с этим добром всем делать, я не получил. Так что спокойненько глушим мой комбайн. Садимся в трактор. И давайте немножечко продадим пшеницу. Где она лучше всего торгуется? Вот у нас пшеница 998 в портовой зерновой элеватор. Он, по-моему, был, кстати, достаточно близко. Если мне не изменяет память. Вот там вот внизу. Да? Да, я прямо на него и смотрю. Ну, ничего. Вот он как раз светится. Прямо зеленый луч дохода освещает мне путь. И мы туда несемся. Увидимся там. По-моему, здесь была табличка въезд запрещен. Но ничего страшного. И я все-таки снабжаю здесь всех бобами и овечками. А спуститься реально? О, смотрите, какой интересный спуск. Прямо как для меня сделан был. Спокойно. Интересно, сколько я с прицепа денег заработаю? По-моему, что-то в районе 21 тысячи, раз там было 998. 20 тысяч с прицепа меня вполне устраивает. Вообще, сбор урожая мне очень нравится выполнять, я вам скажу. Приехали. Разгружаемся. Ага, денежки пошли мне в карман. А не в карман этого Пауля. Видимо, ему так надоело его пшеница, что он просто попросил... Эй, ну слышь, я вообще-то высыпался. Срань господи. Ты чё, а? Грёбаный ты машинист. Психопат. Вызывайте полицию, у меня это... Мне нужна помощь. Давай трактор. Если я сброшу прицеп, я потеряю всё, что там внутри. Чёртов поезд. Кто вообще придумал разгружаться на зерновом элеваторе на этом? Вот так. Так, нужно вызывать подкрепление. Стечь. Извините, что без стука. Мне нужна помощь. Я в портовом. И меня поезд закинул на грёбанный забор. Если я сейчас сброшу прицеп, я потеряю всё, что у меня внутри. Я тебя понял, дружище. Сейчас. Прикинь, я такой встаю, значит, высыпаюсь. Мечтаю о доходе. И тут проносится эта тварь и меня, короче, на забор. Замечтательно. Да. Может, это карма за то, что я продаю не своё. Но всё равно. Мне не запрещали же этого делать. Сейчас. Момент. А ты мне больше не вставай там, где входишь. Так это единственное место разгрузки. В общем, гоните сюда на погрузчике. Жалко, у него полный привод не включается. Мне бы хотя бы зацепиться за асфальт. Я, может быть, тогда и поехал бы. Или сейчас приедет ещё раз поезд, и тогда у меня будут проблемы. Да, ты понимаешь, Коль, насколько мне больно? Как жопой на шипы сел. Вот примерно такое же ощущение. Свеч, ты там как? Едешь? Сейчас, момент. Подожди, я меняю. Мне надо виллу взять. Просто ты не забывай, что поезд едет по кругу. Он скоро вернётся. Чё-то идёт на минуты. Так это, Коль, Коль, бери пикап. Да-да-да, бери пикап и это... Перехвати чёртов поезд. Да, а я пока лечу. Убрал поле. Кстати, глянь на карту, стечь, пока мы сейчас с тобой тут. И включи созревание культур по слоям. Зацени, как я убрал поле, которое находится рядом с вами. Вот ты по нему сейчас едешь. Я видел, я уже как бы его часто зацениваю. А он в какую сторону уехал? Он уехал в сторону магазина. Против часовой он ездит. Так, а ты где там? В портовом? Я в портовом зерновом, да. Сегодня у нас начало было... Спасали Никиту. Потому что у неё там то тюки перевернутся, то мы с ним повисим на скале. А теперь вот я приехал. Следующая твоя очередь. Да? Угу. Это была не угроза. О, нифига. Да, вот понимаешь, насколько всё плохо. Если ты сможешь прицепу по жопе дать, то, в принципе, я перевешу и зацеплюсь колёсами, и всё будет нормально. Или ты хочешь меня подтащить за морду? Там поезд идёт. Коля, тормози его нахрен. Здесь ещё делать что-нибудь быстрее. Мы все сейчас сдохнем. Ну что, он тормозит? Он не тормозит ни хрена. Коля, останови это дерьмо. Тормози! Тормози! Ну, остановись уже. Ну, ну, ну... Жесть. Я прям... Это... Сошёл с меня что-то. Сошло с меня. О, кажется... Кажется, что-то происходит. Я потолкнул чуть-чуть. Только чуть-чуть. И медленно. Это быстро. Это довольно быстро, да. По-моему, ты всё испортил. А чё это он налево уходит? Ты прямо не поедешь, что ли? Нет, я налево. Ну, как интересно. Давай, попробуй подёрнуть прицеп. А, ясно. Ясно. Он довольно тяжёлый, да? Так, подожди. У меня есть... Это... Мне бы морду чуток развернуть вот в твою сторону. Идея фикс. Да нет. Тут не морду надо развернуть. Ща. Жалко, привод нельзя передать на прицеп. О-оп. Вот почти. Сейчас я попробую. Кажется, всё. Всё. Есть огонь. Пусть, слава богу. Спасибо, пацаны. Друганы. Да нет, за что. Обращайся. Что-то он больше 20 не едет теперь. А, нет, поехал. Коль, и чё, где сбрасывать? Вот здесь внутри? Не, слушай, я хочу там, где я уже начинал. Раз уж поезд под твоим контролем. Ага, и он уже не подвоил. Ну, всё равно, ему надо долго ехать. Ну, ты это... В общем, я больше не буду здесь загружаться. Коль, ты очень прикольно встал. В курсе, да? Это он сам его разгонял. Он через некоторое время поедет. Всё, спасибо, я вас покидаю. Поеду на поле, поработай немножко. Там безопасней. Да, давай. Да, это было неожиданно. Прям я не ожидал конкретно. О, поезд пошёл. Интересно, сам или под управлением? По-моему, кто-то управляет, нет? Нет, вроде никто не управляет, сам пошёл. Или Коля сидит, вроде Коля сидит. В общем, ладно. Хрен с ним с этим поездом, опасно это дерьмо. В общем, короче, да. Надо поморгать, сказать спасибо. Надеюсь, он видел. Можно ещё раз поморгать, чтобы прям точно видел. В общем, возвращаемся на поле, друзья, и продолжаем работу. Ползи, каракатица. Давай, я в тебя верю. У тебя лошадей там хреново прорва. У тебя получится. Молодец. Вот даже Стечкин еле ползёт. Хотя вроде у него такой же, как у меня трактор-то. Всё нормально, у меня есть разрешение на переезд по этому полю. Да. И вот моя любимая двенадцатая. Значит, первым делом мы сейчас разгрузим наш комбайн. Да, мой шедевр, надеюсь, я не попорчу. Вроде не портится нормально. Но вообще, да, шедевры хрен испортишь, понятное дело. Так что можно спокойно выдвигать трубу и не париться. Загружай меня, дружище. Смотрите, я, по идее, продам три прицепа отсюда. То есть чисто в теории получается, что мне за работу восемь тысяч заплатят, и я ещё двадцать, даже какой двадцать, шестьдесят тысяч подниму с культуры, которую я здесь собрал. Это ли не прекрасно? Ну, может, два прицепа, конечно, но всё равно минимум сорок тысяч я подниму с этого поля. Это прямо даже минимум пятьдесят, скажем так. Это будет охренительно. Так, всё, встали, загрузились и поехали. Нас ждёт просто дохренища работы. Вперёд. Блин, так, не хочется надпись поганить, но придётся её скушать. Да, придётся. Ничего тут не поделаешь, к сожалению. Такие вот суровые реалии фермерского дела. И искусства тоже. Между прочим, можете мной и гордиться, и за меня радоваться. Я практически полностью убрал это поле, не прибегая к наёму сотрудников. Которые, в общем-то, не очень хорошо работают, как мы с вами выяснили. Но это нужно было сделать для кинематографических пролётов. Я вынул камеру из... Ну, в общем, откуда-то я её вынул и снял. Суперклассные, красивые пролёты. Надеюсь, вам это дело понравилось. И что это за кусок дерева здесь валяется? Это ничего не от... Это не от меня отвалилось, надеюсь? Это, по-моему, Стичкин потерял. Давайте-ка я у него сейчас спрошу. Стичь. Да. Это снова я. Тут, слушай, у меня у поля деревяшка валяется. Это ты потерял? Может быть, очень даже. В общем, она прям вот на углу, если ты посмотришь на карту, где я сейчас иду комбайном. Вот она прям на углу поля валяется, маленькая такая. Видать, из прицепа выпала, когда ты ехал. Маленькая противная, да? Ну да, просто мне-то её точно не дадут продать. А ты можешь, так сказать, поднять бабла. Ну я сейчас буду приезжать и подберу. Спасибо тебе большое. Всё, давай, да. Деревяшечку он свою потерял там. Так, здесь надо... Я даже не знаю, вот как мне этот контракт завершать? Я дальше не поеду, да, я буду так резать. Ну а чё делать-то? Понятное дело, что контракт не завершится, но выглядит прикольно. По крайней мере, на карте даже стечки наценил. Думаю, что Никита тоже. Но, к сожалению, у Никиты с Сегой рабочий день уже закончился. Они покинули наш полуостров, остров. Не знаю, что у нас тут такое. В общем, короче, уехали они по домам. Это я тут один. Работаю, так сказать, за троих, чтобы как можно больше. Заработать денежек. Да, потому что денежки мне нужны, учитывая, что я на 300 тысяч уронился в банке. И хочется уже это дело заработать. Ну, в принципе, я могу сказать, что я довольно-таки задолбался уже кататься. И, вероятнее всего, мне стоит поехать домой немножко отдохнуть. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь, ребята. Мы услышимся с вами уже в следующей части. Пойду пока отдохну. Напишите, что вы думаете о моём шедевре. Смотрите, как классно получилось. Я вот так подрезал почти ровно. В общем, да. Это вам не в фотошопе, так сказать, личики менять у людей. Спасибо за внимание. Я-то и Паку буду покусички. Чики.